Сергей Стерненко и Руслан Демчук вместе со своими адвокатами продолжают попытки обжаловать ранее вынесенный тюремный приговор. В этот раз коллегия судей принялась изучать доказательства. После того, как каждая из сторон озвучила свои доводы и передала документы, судьи посовещались и приняли их. Но адвокаты обвиняемых после этого заявили отвод всей коллегии. На их взгляд суд дал больше преимущества обвинению, чем защите. В мене складывается впечатление, что сегодня у этой справки прокуроров не двое, а пятеро. На превеликий жаль. Дискредитация процессу пошла, порушено право на защиту, а соответственно посияли сумнивы. Або мы эти сумнивы полностью сиемо, и в целом этот процесс уже не справедливый процесс, который кричал «Зеленский хотят, все хотели». Або мы таки очистимемся от этого, и прокуратура тогда уже не надаст хоть постановы про призначение экспертиз. Мы хотим узнать, что будет. Поэтому отвед, конечно, а далее уже побачу. Спустя 20 минут судьи в отводе отказали. Но это не остановило адвокатов от повторного отвода. На этот раз они ссылались на практику Европейского суда по правам человека. Защите отказали повторно. После этого прокуроры представили суду новые улики. Адвокаты обвиняемых попросили время ознакомиться со всеми новыми материалами дела. Следующее заседание пройдет 14 мая. Напомню, Стерненко и Демчука 23 февраля Приморский суд признал виновными похищение экс-депутата Коминтерновского райсовета и вынес приговор в 7 лет и 3 месяца.